Большое количество воды обнаружили в дизельном топливе автозаправочной станции компании «Газпромнефть» Казахстан. Таковы результаты экспертизы. Напомним, что 8 марта водители дизельных автомашин пострадали от некачественного топлива. О результатах экспертизы и дальнейших действиях пострадавших расскажет Андриты. В Казахстан компания поставляет летнее дизельное топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода, которое соответствует экологическому классу Евро-5. Таков был официальный комментарий пресс-службы компании «Газпромнефть» Казахстан. Является ли присутствие большого количества воды в дизельном топливе признаком экологического стандарта Евро-5? Скорее всего, нет. Но именно воду обнаружили специалисты в дизельном топливе, отобранном из колонок Карагандинской АЗС. Игорь Ким – один из тех, кто заправил свою машину некачественной соляркой. Он же стал одним из инициаторов проведения экспертной проверки. По их же техническим условиям она не соответствует их тех условиям, которые заявлены на АЗС, что они торгуют именно этой соляркой. И плюс еще в ней же содержится вода, что категорически недопустимо. Вода, когда попадает в двигатель, это критично. На сегодняшний день в общественное объединение по защите прав потребителя обратилось три человека. Ознакомившись с документами, защитники усмотрели сразу два нарушения со стороны автозаправочной станции. А именно... Первый момент. Во-первых, они использовали дизельное топливо летнее в ту погоду, в которой используются, скажем так, ну, будем говорить, при минусовой температуре. То есть, что недопустимо. Второй момент. Даже если говорить о том, что у них дизельное топливо летнее, оно даже не соответствовало тому ГОСТу, который распространяется на летнее дизельное топливо. То есть, нарушения здесь в любом случае с обоих сторон есть. По мнению официальных представителей компании, водители предупреждали о том, что солярка летняя. Вот только до инцидента ни у кого не возникало претензий. А ведь и морозы были сильнее. Пострадавшие водители уже написали претензии в адрес «Газпромнефть Казахстан» с требованием компенсации. Причем не только стоимости топлива, но и ремонта всей топливной системы автомашин. «Общая сумма для ремонта – 1 миллион 914 чем-то. Плюс я тратил деньги на исследование дизельного топлива. И плюс я хотел, чтобы мне возместили те 20 тысяч, которые я заправлялся на них. За которые я купил эту некачественную солярку». Пострадавшие намерены решить проблему в досудебном порядке. Если этого не удастся, предстоит судебная тяжба. В гарантии же считают, что пострадавших может быть больше. «Три человека, которые сейчас начали, да, им сейчас в досудебном порядке удовлетворят, возможно. Лишь бы, как говорится, скандала не было. Но таких потребителей, я так понимаю, за это очень много. То есть сейчас это, наверное, может быть одна десятая часть какая-нибудь из тех, которые обратились. А те, которые там уехали, и они на полдороги где-то заглохли, или у них сейчас только последствия вылазят, они, конечно, все уже оставили. Ну, большинство так потребителей поступают, что они рукой махнут и говорят, «А ладно, ничего не добивешься». На самом деле, можем добиваться. Андрей Тен, Исламбек Успан, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский.